Именно в Дримтауне уже сегодня можно приобрести атрибутику. Пойдёмте смотреть. Фирменные футболки, как обычно, синий цвет и логотип конкурса в этом году. Что я купил, вы узнаете уже совсем скоро. Hi guys, the fans of Eurovision и вам, подписчики, привет! У меня произношения как у Атормальдов, а вы их любите, так что давайте без дневных комментариев. У меня для вас очень важная новость. Я запускаю новую рубрику на канале InSanStudio. Теперь три раза в неделю, а именно каждый понедельник, среду и пятницу, я буду выпускать по одному видео на тему Евровидение 2017. В этих видео мы с вами будем обсуждать новости, я буду показывать подготовку Киева к этому мероприятию, также обзоры на атрибутику, много всего интересного, о чём я хочу вам рассказать, так что давайте начнём. Поехали! Как вы могли понять по названию сегодняшнего видео, сегодня у меня на обзоре сувенирная продукция, футболка к Евровидению 2017. В этот понедельник мы с вами сходили в продуктовый магазин Новус, именно он является официальным дилером по продаже сувенирной продукции. Я купил пару сувениров и сегодня я бы хотел начать с футболки. Спереди мы с вами видим наклейку, которая свидетельствует тому, что эта футболка является лицензионной. На обратной стороне у нас штрих-код, который пробивали на кассе, и давайте мы её с вами распакуем. Я ещё ни разу её не открывал, так что сейчас я её с вами первый раз потрогаю. Интересно, из какого материала она сделана. И также у меня есть вопрос, какого у вас, а не сотрётся ли принт при первой стирке. Вот этот вопрос и меня очень интересует, и что я хочу сказать, принт он выпирает, то есть он не очень качественно сделан. Знаете, как если покупать футболку на Алиэкспресс, вот примерно такого же качества этот принт. Сама же футболка выглядит следующим образом. Синяя ткань и логотип этого года, а также официальный слоган Celebrity Diversity. Также логотип дебра объединя, и на обратной стороне просто синяя ткань, отсутствует какой-либо принт. Если присмотреться, здесь мы видим ещё один логотип, а также размер футболки. В моём случае размер S, но вообще они бывают любого размера, начиная от XS и заканчивая двумя XL. Насчёт ткани, это однозначно хлопок, но вот принт мне не очень понравился, у меня есть опасение, что при стирке он может просто исчезнуть. Насчёт ценовой политики. Эта футболка мне обошлась в 299 гривен, но если заказывать её через интернет, у украинского поставщика идёт цена на сайте 330 гривен. Если же вы живёте не в Украине, и всё же хотите приобрести эту футболку, вы сможете это сделать на официальном сайте конкурса www.eurovision.shop.com Но будьте осторожны, ведь стоимость на этом сайте этой футболки 25-50 евро. И плюс, учитывайте доставку, которая вам обойдётся в 7.50. Итого, эта футболка будет стоить 33 евро. В то время как в Украине её можно купить за 12 евро. Ощутимая разница, не так ли? Итак, ребятки, давайте мерить. Ребята, я одел эту футболку, и знаете что? Она маломерка. Дело в том, что вся моя одежда размера S, а у магазина не было возможности её примерить, и поэтому я взял размер S. И, как казалось, надо было брать M-ку. Потому что в рукаве она ещё куда не шла, и в объёме тоже, но в длине она слегка коротковатая. M была бы идеальна. Так что, если вы носите S, берите M, если M, L, если X, то 2X, ну и так далее. Думаю, вы разберётесь. Возможно, у вас появился вопрос, а что это стоит у меня на заднем фоне? Что это за рамка и что это за посылка? Дело в том, что я заказал сувенирную продукцию на официальном сайте, о котором говорил раньше www.eurovision.shop.com И вот, эта посылка мне наконец-то пришла несколько дней назад. И о ней мы с вами поговорим в следующем видео, которое выйдет в пятницу. Это идеальный момент, чтобы подписаться на мой канал, ведь впереди очень много всего интересного, посвящённые теме Девровидни 2017. Напомню, что видео про эту тему на моём канале будут выходить 3 раза в неделю, каждый понедельник, среду и пятницу. Так что подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, также пишите комментарии, я все их считаю и по возможности отвечаю. Ещё раз большое спасибо, увидимся, пока-пока!